Новый знак, появившийся на Октябрьской улице, многих поставил в тупик. Для проезда перекрёстка водителям предлагается совершить хитрый манёвр с частичным выездом на встречную полосу. Как выяснилось, знак был скорректирован после того, как десятки автолюбителей лишились на этом перекрёстке. Прав разобраться в дорожном ребусе, пытался Александр Карпов. Утром жители домов по Лазаревскому переулку с недоумением разглядывали новенький дорожный знак с неведомой кривулиной на перекрёстке с Октябрьской улицы. Немножко прямо и направо. Как немножко прямо? Видимо, зигзагом. Ну так это можно ехать? Не знаю. Я не знаю. Это куда и как вообще мы можем понять? Я так понимаю, что в данном случае надо немножко нарушить, чтобы проехать по встречке и потом пересечь улицу. То есть этот знак предписывают нарушить правила? Ну, судя по всему, да. Дело в том, что Октябрьская улица односторонняя, а Лазаревский переулок при пересечении с ней делает резкий вираж влево, то есть навстречу движению. В ГИБДД нещадно штрафуют за этот зигзаг. Хотя запрета ехать прямо здесь нет. Кадры с видеорегистратора. Что такое? Он мне объяснил, что оказывается я совершил выезд на одностороннюю улицу в противоположном направлении. Инспектор говорил, что это два перекрёстка, что там где-то есть загадочный, я не знаю, там длиной в 1-2 миллиметра участок Октябрьской улицы, по которому я такой негодяй проехал. Александра Костина за проезд перекрёстка прямо вообще приговорили к лишению прав. А вы пытались как-то, ну, доказать инспектору, что вы правильно всё сделали? Разумеется, приводили и несогласие, так сказать, в протоколе писали. Ну, инспектор, у инспектора другая была, видна, задача, так сказать, всё в суд. Движение происходит по траектории с частичным выездом на встречу транспортному потоку, движущемуся по Лазаревскому переулку, что создаёт предпосылки к совершению дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями. Когда счёт оштрафованных пошёл на десятки, в Центре организации дорожного движения огорошили. На деле никто ничего не нарушал. В соответствии с правилами дорожного движения и схемой организации дорожного движения на данном перекрёстке у нас была просто смещена осевая разметка, но никаких там двух или трёх перекрёстков на нём не было. Это один перекрёсток, пересечение двух улиц. Суды теперь отменяют все штрафы, выписанные ГИБДД. От точку в споре двух ведомств и призвано поставить вот это кривулино, вызвавшее столько удивления и улыбок. Знаки бывают под 90-е либо прямо, а здесь какой-то вывернутый. При ближайшем рассмотрении выяснилось, знак действительно самодельный. Он состоит из кусков белой плёнки, наклеенных на синий круг. Это явно чья-то ручная работа. Однако это ещё не конец истории. 300 метров от Лазаревского переулка, Октябрьский переулок, точно такой же перекрёсток-ловушка неправильной конфигурации. Однако специального знака здесь нет. И говорят инспекторы ГИБДД, частенько штрафуют проезжающих прямо водителей. Так что новый знак имеет все шансы стать одним из самых востребованных в столице. Александр Карпов, Дмитрий Шестухин, Олег Добин, Вести.